Начинаем упражнение. Подняли. Опустили. Это не фитнес, а лечебная физкультура. Приложение следит за правильностью выполнения движений, амплитудой и количеством повторов. Обмануть его не получится. Разработку, которая помогает больным быстрее пройти реабилитацию, придумала Мария Ашапкина. Девушка и сама была на больничной койке. Получила травму колена при игре в волейбол. Лечебная физкультура помогла Марии быстрее прийти в форму. На данный момент все упражнения сконцентрированы на колен и сустав. Именно артроз первой степени. Это подходит всем, у кого есть боли в коленях. Вообще лечение всего опорно-двигательного аппарата. Мы пытаемся захватить синдром, когда человек долго сидит за компьютером, когда у него усталость в спине. Также мы хотим прорабатывать после инсульта. Скачать приложение может любой желающий. Пока оно доступно для платформы АОС. Вскоре появится и на Андроиде. Им уже заинтересовались медицинские клиники Москвы и Рязани. Разработку Марии отметили и в научных кругах. Она выиграла два гранта. А сейчас получает стипендию президента. В дальнейшем мы будем выпускать сервис. Он уже где-то на 80% готов. Это онлайн-кабинет врача, где любой специалист, именно лечащий врач в области ротопедии и травматологии, сможет удаленно отслеживать физическую реабилитацию своего пациента. И устройства. Мы все-таки их сделали, потому что многие клиники сделали запрос на то, что необходимо реабилитировать такие сложные движения, а во-вторых, суставы шеи, позвоночник и так далее. В планах Марии стать кандидатом технических наук. Диссертацию она будет защищать на своем приложении, как и дипломы, боковавры и аспиранта. Подобную практику в стране хотят закрепить официально. Министерство образования и науки России предлагает выпускникам вместо классических дипломных работ разрабатывать стартапы. У нас есть инициативная работа предприятий радиоэлектронной промышленности, обороны промышленного комплекса, где они говорят, мы даем вам работу, но подключайте к ней студентов. От самого технического задания до продукта. С тем, чтобы они потом пришли к нам работать. Мы им дадим хорошую зарплату, строим служебное жилье, но нам нужны вот такие светлые головы. Вот такие вот проекты помогают их найти. Сейчас школы проектных инициатив есть буквально в каждом ВУЗе. Студентов обучают социальному проектированию. Рассказывают, что инновация должна решать реальную проблему и быть экономически обоснованной. Реализации проектов помогают как партнеры, так и государство. Идея Дарьи Копытиной получила Гранд-Министерство образования и молодежной политики Рязанской области. Проект проводился в два дня, 1-2 ноября 2018 года, на базе областной станции «Переливание крови». Мы перед этим ходили в университеты, читали ребятам лекции о том, кто может стать донором, что для этого нужно сделать. 136 человек приняли в ней участие и более 60 литров крови мы собрали за два дня. Проектная деятельность будет интересна не только тем, кто планирует запатентовать свои разработки и открыть собственный бизнес. Таких студентов охотнее приглашают на высокие должности, ведь они уже знают о сложностях работы в команде и готовы к решению практических задач. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».